Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, и сегодня видео следующее. Я зачитаю старинные книги 1899 года, подшивки журнала «Спутник здоровья», три коротеньких статьи, совета. Это средства от тараканов и прусаков, средства от блох и средства от крыс и мышей. Надежные, старые, проверенные методики, абсолютно безопасные для здоровья человека и очень эффективные. А вы слушайте внимательно, вдруг эти способы вам понадобятся. Страница 191. В разделе «Обиходная рецептура» статья «Средства от тараканов, прусаков и муравьев». Следующий состав является очень надежным средством для избавления от таких непрошенных гостей, как тараканы и прусаки, владящиеся с неимоверной быстротой и в грандиозном количестве. Оптичную буру нагревают на железной сковородке до тех пор, пока бура совершенно разрыхлится. Затем растирают ее в ступке, в мельчайший порошок и просеивают через густое, лучше шелковое сито. К полученному таким образом порошку буры прибавляют равное количество хорошо высушенной и тоже просеянной гороховой муки и мелкоистолченного, просеянного и высушенного сахара. Все это тщательным размешиванием превращается в однородный порошок, небольшое количество которого насыпают в продающиеся специальные мехи. Ну, от слова «меха», как кузнечные старые меха, только маленькие, или которым раньше раздували камины, это, так сказать, мое пояснение, чтобы вы представляли, о чем идет речь. Из которых вдувают приготовленные вещества в щели, служащие входами в обиталище насекомых. Кроме того, немного этого же порошка насыпают в блюдце и последние расставляют там, где тараканы чаще всего появляются. Ввиду того, что мура действует на прусаков и тараканов самым губительным для них образом, при помощи рекомендованного нами состава возможно избавиться от них, равно как и от муравьев, в самое непродолжительное время. При усердном посыпании порошка цели достигают через 3-4 дня. Дорогие друзья, прошу минуту внимания. Это прямая и честная реклама очень хорошего и нужного многим людям товара. Я никогда на своем канале не рекламировал чьи-то каналы, вы это знаете. Хотя ко мне обращались очень многие, но я не считал их товары нужными и полезными, а вот сейчас впервые исключение. Мне прислали вот этот тонометр, я проверил и согласился. Вы помните, у меня выходило два видео на моем канале про артериальную гипертензию, то есть повышенное артериальное давление. И одно про гипотонию, то есть пониженное давление. Так вот, разумеется, проверять давление важно очень многим людям. Но это должно быть удобно, измерения должны быть точны. Вот поэтому я и рекомендую вам посмотреть этот товар на страничке продавца. А сейчас пару слов, чем же он хорош. Это швейцарский бренд. В нем есть индикатор аритмии, что может выявлять самые первые признаки аритмии, позволяя предупредить зарождающееся заболевание сердца. Есть технология интеллекта. Она обеспечивает комфортное измерение и точный его результат. Начиная измерение, тонометр определяет оптимальный уровень нагнетания манжеты для каждого конкретного человека. А правильный уровень давления в манжете позволяет получить точный результат и избежать излишнего сжатия руки, что вполне комфортно. В нем есть еще анатомическая конусная манжета. А она идеально облегает руку, что обеспечивает безболезненное измерение. Ну а широкая застежка позволяет легко надевать ее даже одной рукой. Простое управление одной кнопкой. То есть просто нажал кнопку и узнал свое давление. Впрочем, обо всех удобствах и преимуществах данного тонометра вы можете узнать, зайдя по ссылке, которая будет под этим видео. Средство от Блох. Страница 205. Раздел обиходная рецептура средства от Блох. В некоторых домах, особенно в жилых квартирах, где держат комнатных животных, Блохи в обильном количестве водятся не только в постелях, но и в стенных обоях, мебели и прочем. Употребление их достигается пульверизацией комнаты из распылителя следующей жидкостью. Кстати, а вы знаете, какие пульверизаторы были раньше? Кто-то, может быть, спросит. А кому-то просто будет интересно. Ну так вот я вам покажу. Золотник горчичного масла и 8 золотников одеколона смешивают с 12 частями очищенного винного спирта и полученной жидкостью обрызгивают 2-3 раза в день стены, мебель, постели, белье. Само собой разумеется, что общая чистота в квартире, отсутствие ссоры и паутины, мытье полов насухо и должная вентиляция должны быть на первом плане. Ну а теперь средства от крыс и мышей, страница 175 из раздела «Обиходная рецептура». Чтобы истребить этих неприятных грызунов, водящихся в некоторых жилых домах в весьма обильном количестве, следует пользоваться ниже приведенным способом. Ступки мелко-мелко растирают негошенную известь и просеивают ее через чистое сито. Затем к полученному порошку добавляют равное количество сахарной пудры и приготовленную смесь кладут на чем-нибудь в места, излюбленные для посещения крыс и мышей. Благодаря присутствию в порошке сахара, грызуны поедают смесь с большим удовольствием, но как только известь проникает в желудок, она гасится под влиянием желудочного сока, ну то есть кислоты, и выпиваемой животными воды. Вызывает воспаление желудка и кишок, и отравленная крыса или мышь погибают. Уважаемый зритель, я прошу вас написать под этим видео в комментариях, интересно ли вам были эти советы, интересно ли вообще такая рубрика обиходной рецептуры из старинной этой и других книг. Если будет интересно, я могу делать такие видео. Вот лично для меня самая интересная рубрика это из деревни. Тут и письма врачей местных о здоровье, о реальном положении дел, о голодных годах, о пьянстве, о распространении тех или иных болезней, мнение этих врачей о причинах и что нужно делать. Вообще очень интересные закономерности прослеживаются, как повлияли реформы Александра Второго на крестьянство, на жизнь деревни, на выращивание хлеба. Это очень интересные статьи. А может быть вам интересно что-то о здоровье. Есть интересные советы, статья, как устранить шероховатость рук. Средство против выпадения волос. Средство от потения рук. Определение качества муки. Напишите, что вас интересует. Ну а теперь прошу вас послушать пару минут о моих других каналах, самый важный из которых номер 4. У меня есть еще три канала на ютубе и все они тематические. На первом вы сейчас находитесь, просматривая это видео. Второй мой канал «Жизнь на земле». Он о природном органическом земледелии, об экостроительстве и иных сферах гармоничной здоровой жизни человека на земле. Третий о наших продуктах питания и товарах для здоровья. Он создан для того, чтобы не перегружать первый канал рекламы моих товаров и продуктов и подробнее познакомить с ними желающих. И четвертый канал «Совесть и подлость». Он, на мой взгляд, самый важный из всех моих каналов. В нем я буду публиковать мои видео о проблемах современного общества, тенденциях и явлениях, которые уничтожают в человеке совесть, честь, разум, разрушают семью, приводят к деградации вырождению человека и все общество в целом и народа. Также я буду знакомить вас с интересными людьми и каналами, которые борются за светлое будущее наших детей и последующих поколений, за действительно настоящие человеческие, а не либеральные ценности. Я очень рекомендую вам смотреть видео на четвертом моем канале и пересылать ссылки на те видео своим знакомым и делиться ими в соцсетях, заливать мои видео на свои каналы, у кого они есть, распространять их для нашего общего с вами дела. Что ж, подписывайтесь на интересные вам мои каналы, но только в случае нажатия после подписки на уведомление вас о выходе новых видео на том или ином канале. Иначе смысла нет никакого подписываться, просто для статистики. Ведь просто подписавшись, вы никак не узнаете о выходе на канале новых видео, если только специально или случайно не откроете данный канал. А вот как это делается правильно, посмотрите пошагово. Вы заходите на интересный вам канал. Вы видите вот эту кнопку подписаться. Нажмите на нее курсором левой кнопкой мышки и название изменится на слово сочетание «Вы подписаны». Но это не все. Справа от этой надписи вы увидите изображение колокольчика. Контур, изображающий колокольчик. Нажмите на него и откроются три варианта уведомления. Нажмите на слово «Все». Тогда изображение колокольчика изменится и он станет темным. И по его верхним краям появятся две черты, указывающие как бы на звон колокольчика. Теперь все верно. И только так можно быть уверенным, что обо всех видео, которые будут выходить на данном канале, вы на вашу электронную почту будете получать уведомления о выходе этих новых видео на канале. И вам останется только не полениться их посмотреть. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.